Во-первых, хочу поблагодарить работников Службы безопасности Украины, контрразведчиков, спецназовцев подразделения «Альфа», оперативных работников, следователей Василия Сергеевича Грицака за прекрасную работу по предотвращению террористического акта, очередного террористического акта, организованного российскими спецслужбами на территории Украины по моей ликвидации. Однако я хотел бы сегодняшнюю пресс-конференцию по большей части посвятить не попытке ликвидировать меня, как одного из народных депутатов, а рассказать с участием вас, как представителей СМИ, народу Украины, международному сообществу, о системной террористически-диверсионной работе российских спецслужб на территории Украины, которые организовывают не первую попытку убийства, убийства, грабежи и другие преступления для того, чтобы создать в Украине атмосферу страха, террора, паники, неуверенности в завтрашнем дне. В сентябре этого года в городе Ровно, 16 сентября, на лестничной клетке, на пороге своей квартиры, был расстрелян Иван Мамчур, сотрудник следственного изолятора города Ровно. Сыщики начали анализировать его связи и контакты, оказалось, что это честный, порядочный человек, который работает так, как и нужно. Однако, когда они начали копать глубже, оказалось, что в прошлом Иван Мамчур работал, я прошу показать фотографию в военной форме, он был майором 3-го полка спецназа в Кировограде и уволился в 2013 году, ушел на пенсию. Сыщикам улыбнулась удача. Они по совокупности собранных доказательств определили, кто киллер. Увидели, что этот киллер регулярно перемещается с территории Украины на территорию России. Установили его личность. Это фотография уже погибшего Ивана Мамчура, героя Украины, я считаю, настоящего спецназовца. Установили личность киллера. Им оказался гражданин С, 65-го года рождения, вооруженец Мариуполя, ранее дважды судимый, в прошлом, кстати, работавший в правоохранительных органах, получивший длительный срок заключения, в свое время отбывший его за участие группой лиц в масштабных крадишках. Этот человек был задержан в ноябре месяце при пересечении границы из России в Украину. И дал показания, которые вы сейчас частично увидите. Голос сотрудника, которого допрашивают, изменен. Его голос оригинальный. Я прошу внимания на монитор. Максимальную громкость сделайте, пожалуйста. Это все видео будет у нас на сайте, вы можете взять. Громкость, брошечка. Начните, пожалуйста, сначала, потому что мне было слышно. Сначала, пожалуйста. На территории РФ я был, я сотрудничал с ФСБ и было предложено о том, чтобы найти активные группы из на территории Украины, чтобы общаться с ФИИ, как это был мой куратор. Но сначала, потому что мы просто могли. Я думаю, это территория службы, проведение интересово каких-то работ по территории Украины. Все вообще не проходило. Соботно. Соботно. А у нас в России с ФСБ. Соботно. Соботно. Ну, а у нас не стали. Вот что разговаривать всегда, вот сможешь ли ты в быстрое время поехать по территорию Украины, выехать людей. Кременчук. Кременчук, Шепетовка, Львов, это пустамоты, Рок, Львов, Рок. Было еще вариант Харьков, но Харьков потом сработал. То есть проверка Харькова, чтобы не сниживаться. Что такое с вами, если с ним? Я так понял, что это все военное. А ну, а может быть, он не перевал, а может быть, он не перевал, а может быть, он не перевал. У него не перевал. То есть нахождение человека непосредственно на месте. Фактическое предупреждение. У него уже не рамки, да. Он привезен пистолет. С Москвы. Пистолет нужно было использовать с теми патронами, которые были. Они разносорные. Да, по-моему, посмотрите. Не стандартные. Во-первых, это переделка. Ну, он подплеер. Ну, шок, шок, шок. Ну, по-первых, он безнадерной. Безнадерной. И, скорее всего, это пневматика или травматика. Может быть, классно. Было звучит следное действие. Подтверждение его, что он зашел в подъезд. Я стоял на шестом этаже. Он вышел. Увидит меня. Дернулся в мою сторону. Я нажал. Выстрелил на стол. Это не я. Я не виноват. И повалил со мной. Изменения в геометрии. И повалил. Придум, что он доложил рядом. Он не заходит. Цветок сорок, роза сорок. То есть роза. Среза дамы. Все выговорит это. Видит. Но подтверждение средств. Массо информации прошло. И все такое. Спасибо. Поставьте, пожалуйста, фотографию погибшего Ивана Мамчура. Я пока закончу. Значит, сейчас вы слышали показания лица, которое подозревается, обоснованно, в убийстве майора спецназа ГРУ Украины в отставке Ивана Мамчура. Он также сообщил, что он получил за это убийство 10 тысяч долларов. Фактически это была своеобразная квалификация. Ему сказали, ты ликвидируй, пожалуйста, этого парня. Его достаточно будет просто убить. Он сейчас просто военный пенсионер. А потом мы тебе будем давать новые задания. О том, какое новое задание было дано этому гражданину, я не имею права информировать. Но из того, что вы уже услышали, вы услышали, что изначально он также использовался данный подозреваемый. Он ездил по городам Украины и осуществлял слежку за поставленным ему по списку фамилиями украинским военнослужащим. Их имена также на сегодняшний день разложены быть не может из соображений следствия. По итогу это лицо дало полностью показания. Рассказало о том, как на территории Российской Федерации зимой 2016 года была отобрана группа из 50 лиц, как правило, резко антиукраинских настроений. Все они были граждане Украины. Российские спецслужбы отобрали их для подготовки на территории одной из областей Украины. Их обучали тому, как уметь следить за людьми незаметно. Их обучали стрельбе. Проверяли их психологическую готовность к осуществлению терактов, диверсий на территории Украины. Этот гражданин на сегодняшний день арестован. Находится в СИЗО. Дает признательные показания, которые, я уверен, будут учтены судом при определении меры наказания за убийство майора Мамчура. Прошу показать следующий слайд. Суховеев Евгений Анатольевич. Суховеев Евгений Анатольевич. Слева молодой и прекрасный парень. Я также считаю его героем Украины. Он служил в украинской армии в 25-й воздушно-десантной бригаде. Был защитником Луганского аэропорта. В 2014 году был в самых горячих точках на Украине. В 2016 году, в сентябре месяце, он женился. Поступил в Харьковский университет ХПИ на факультет военной подготовки. Хотел стать будущим профессиональным военным. 5 октября 2016 года в 20 часов 50 минут он вышел из здания военного факультета на улице Полтавский шлях. К нему подъехал сзади некий велосипедист, по данным свидетелям. Прозвучал хлопок и в затылок героя Украины, защитника нашей страны, вошла пуля. Несколько месяцев он пробыл в коме на грани жизни и смерти. Сейчас его положение стабилизировалось. Следователи отрабатывали все возможные варианты и пришли к выводу, что Суховей Евгений Анатольевич является лицом, в отношении которого совершено убийство по заказу российских спецслужб. Что на нем такой же киллер, как вы видели перед этим, отрабатывал заказ. В настоящий момент продолжаются следственные оперативные мероприятия по выявлению точных лиц, которые организовали покушение на убийство Суховеева Евгений Анатольевича. Будем надеяться, что он выздоровеет и будет продолжать защищать нашу страну. Следующую информацию, которую я вам сообщу. Летом 2016 года на территории западных областей Украины начался внезапный всплеск ограблений автомобилей. Люди останавливали машины на заправках в достаточно видных смертных местах. На них нападали разбойники, бандиты. Разбивали стекла, резали колеса, забирали барсетку. Человек находился в состоянии шока. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено 15 лиц. Прошу постепенно показывать их фотографии, это их задержание и так далее. Все это будет на сайте МВД. Очень интересно, кто же это такие оказались. Оказались, что это бойцы 15-й так называемой интербригады ДНР, террористической организации, которая была разгромлена украинскими вооруженными силами в июне 2015 года в Марьинке. Когда их начали допрашивать, а оказались они в СИЗО, в городе Ровно, и мягко говоря поняли, что рядом находятся очень патриотичные украинские граждане, они захотели сотрудничать со следствием и рассказали, что после разгрома этой 15-й так называемой террористической интербригады их собрали, вывезли в Подмосковье и сказали, что дорогие друзья, вы же граждане Украины, давайте вы вернетесь в Украину вместе со своими семьями и будете осуществлять задачи по дестабилизации ситуации в стране, а именно будете осуществлять кражи, грабежи, разбои. Есть полный комплекс оперативных мероприятий, позволишь задокументировать их связи, контакты с представителем российских спецслужб. Последняя группа, которая была задержана и которая осуществляла по задаче российских спецслужб дестабилизацию ситуации в Херсонской области. Прошу показать эти слайды. Это группа из нескольких граждан Украины. Подчеркиваю, в основном для всех этих заданий выбирались граждане Украины, как правило, ранее судимые и с явно антиукраинской направленностью, пророссийского, скажем так, настроя. Так вот, эти граждане Украины поручили задание после вербовки их спецслужб Российской Федерации поджигать двери квартир. В частности, они подожгли 31 декабря, то есть в новогодний вечер, дверь к квартиру мэра города Херсона Николаенко Владимира Васильевича. После этого начались поиски, кто же это сделал. Так сложилось, что сыщикам улыбнулась удача. Они установили наблюдение за данной милицией. Оказалось, что они также готовились совершить поджог квартиры руководителя благодейного еврейского общинного центра Хеседж Мэль в Херсоне, офиса Херсонского межлиса городского. Также собирались поджечь дверь к квартиру народного депутата Бюта Адарченко, дверь к квартиру представителя организации «Батьковщина молодая». Собирались поджечь дверь к квартиру руководителя партии «Народный фронт» в Херсонской области и представителя руководителя Крымско-Татарского культурно-спортивного центра «Куриш», помощника народного депутата Чубарова. Все эти лица были задержаны, дали полностью признательные показания о том, что они работали по задаче российских спецслужб, которые дали им задачу поджигать двери квартир, заснимать на видео сам факт поджога. В дальнейшем видео поджога двери квартиры мэра Херсона было размещено в интернете с определенными посылами, что это, так сказать, месть ему за его деятельность. Всем этим имею сообщить, что попытка покушения на меня, предотвращенная службой безопасности Украины, является лишь одним из звеньев в цепи работы диверсионно-террористического центра, созданного на территории Российской Федерации, которого поставлена задача, задействуя исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как правило, ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовать преступления на территории нашей страны. На сегодняшний момент, судя по почерку и подготовке террористического акта по моей ликвидации, следователи считают, что на 99,9% террористические акты убийства известного журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации.